Обсудим события нашей Орды. Назарбаев написал мемуары Ханде Хантар, Токаев, Масимов, дочки Сатыбалды, Токал Асель и Сабаева, маленькие сыновья и другие воспоминания, в которых мало нового и совсем нет сожалений. Новый Казахстан закручивает гайки. Меньше семи лет суды теперь не дают. Реформы и возврат активов будут тормозить, пока у Токаева нет поддержки, а ее нет. Зато она есть у семьи Назарбаевых, даже если вы об этом не подозреваете. ЕС требует от Казахстана ужесточить контроль за реэкспортом в Россию. Россия в ответ грозит Казахстану конфликтом. Миру нужен Генри Киссинджер. Правительство опять не сдержало слова. До 30 ноября нам не назвали имя нового инвестора Арселор Миттелла, как обещали. Настоящие причины пожара в Алматы хостел не возгорание, не замыкание проводки, не самокат. Все сложнее. Поехали, но сначала, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. Вам не трудно, а нам польза. 1 декабря, бывший праздник первого президента в книжных магазинах Алматы и Астаны, появилась книга. Книга воспоминаний Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Само название выглядит многозначительно. От зависимости от чего? От власти, влияния, денег, долга. К свободе от чего? Получается, человек пришел от зависимости к свободе, сложив с себя груз власти. Ну, как-то так. Книгу написал как бы лично Назарбаев, но в нашей политической традиции почему-то не принято указывать соавторов и редакторов. Я книгу уже прочитала за одну ночь, может быть, потому что я искала самые важные для себя моменты. Мне важно было узнать, что напишет, что скажет бывший президент про Ханда Кантар, кровавый январь. Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Что признает? Что раскроет, на что прольет свет? Как оценит Токаева, действующего президента? Что напишет про своих детей, племянников Карима Масимова? Человека, который был самым близким к нему доверенным лицом накануне Хантара. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос рядом с сидящего Иуду знал, что он предатель? Мы же не боги. Но ничего нового я, в общем-то, не нашла. Все очень приглажено. Все звучит так, как уже это говорилось из его уст в том числе. Единственная, может быть, даже сенсация, потому что ее цитировали нас, Орду, даже Евроньюз, российские международные издания. Это то, что бывший президент впервые признал наличие второй семьи, жены по мусульманским обрядам и двоих сыновей. Почему он это сделал, обсудим позже. А сейчас давайте послушаем прямые отрывки из книги. В своих воспоминаниях экс-президент пишет про события кровавого января, возлагая всю вину и ответственность на радикальную оппозицию, которая готовила государственный переворот. Далее цитата Нурсултана Назарпаева. Подготовка к государственному перевороту, как выяснилось, проходила в течение 2021 года. Генеральный прокурор в своем выступлении перед депутатами сообщил, могу лишь сказать, что весь 2021 год скрыто шла подготовка исполнителей для принятия радикальных мер. Из числа исполнителей были организованы преступные группы. Они набирали людей, вооружались, сокупали рации и транспорт. Следственно, установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу. Бесспорное доказательство тому оставление личным составом 5 января по письменному приказу руководства Алматинского-Казавардинского областных департаментов КНБ. Истинное лицо, радикальная оппозиция окончательно раскрылась в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к координации действий. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию, говорит с гордостью и удовлетворением. Страдания людей воспринимают как свою победу в политике. Какой цинизм! Оппозиция есть оппозиция. Для непримиримой, радикальной оппозиции вполне естественно противодействовать власти. Но никакая оппозиция не вправе призывать вышедших на улицу манифестантов к насильственному захвату власти. Штурму аккерматов, департаментов полиции, воинских частей, поджигать здания, грабить город, захватывать телебашню. Я полностью присоединяюсь к словам председателя Мажелиса Ерлана Кошанова, сказанными им при проведении итогов парламентских слушаний. Главной целью зачинщиков беспорядков было вселить народ страх, посеять в обществе смуту, заставить президента уйти из занимаемой должности. Нурсултан Назарбаев также пишет о президенте Казахстана Касымжомарте Токаеве в дни кровавого января. Я был свидетелем, как глава государства, взяв на свои плечи тяжелую ответственность в данной ситуации, принял смелые решения. Об этом и говорится, и пишется, все это правда. В тот час испытаний одно слово Касымжомарта Кемелевича, власть не падет, предало дух народу, стало воззванием к нему, позволило государству преодолеть прежде невиданные трудности. Однако не все решения действующего президента после января радовали Назарбаева. Далее цитата первого президента. Если бы я сказал, что одинаково радовался всем шагам, предпринятым Касымжомартом Токаевым после январских событий, то это было бы неправдой. Все мы люди. К тому же, весьма трудно со стопроцентной объективностью воспринимать строгие решения, принятые по отношению к твоему окружению и близким родственникам. Много говорилось о проступках Кайрата Садобалды. Проявляя отцовскую заботу, растил Кайрата, сына моего родного младшего брата Садобалды, который погиб в расцвете лет в автомобильной катастрофе. По своим возможностям получил он образование, занимался делом во благо страны, продвигался по служебной лестнице, строил мечети, социальные объекты в регионы и дарил их людям. Жители Актаус и Рагаши до сих пор благодарны ему. Досадно, что в своей бизнес-деятельности он допускал нарушения закона. Впоследствии он был обвинен в присвоении средств компании Казахтелеком, в отношении его было возбуждено уголовное дело, приговорен к 6 годам лишения свободы. Журналисты спрашивали у меня, вы считаете справедливым решение суда в отношении вашего племянника? Что сказать? Надо считать, что приговор был справедливым. Несогласный с приговором суда должен подавать апелляцию, ответил я. Оказывается, самое чувствительное испытание. Испытание детьми, испытание роднёй. Русултан Азарбаев также высказался по поводу своего помощника и экс-председателя КНБ. В конце осени 2022 года журналисты спрашивали меня, что я думаю по поводу того, кто стоял за бывшим председателем КНБ Каримом Масимовым, который обвинялся в государственной измене, попытке насильственного захвата власти. Я ответил следующим образом. Меня тоже это очень интересует. Я тоже жду окончания суда, следствия, чтобы узнать, что явилось причиной и кто за этим стоит. Масимов много лет работал со мной, но откуда знаешь, разве Иисус Христос знал, что рядом сидящий Иуда предатель? Мы же не боги, поэтому дождёмся окончания суда и все мы, я думаю, узнаем истину. Я говорил это, исходя из уверенности, что нарушивший закон не избежит возмездия. Так оно и вышло. В своей книге Нурсултан Азарбаев также не обошёл отмену закона о Елбасы. Вот что он пишет. Эти два факта, а именно о переименовании Астаны и законе о первом президенте Республики Казахстан Елбасы, привожу ещё раз, чтобы сказать, что я отношения к этому не имел и не испытываю волнения по этому поводу. Пусть волнуются те законодатели, которые сегодня говорят одно, а завтра ровно наоборот. Отдельного внимания заслуживает оценка Назарбаевым компании Арселор Миттел Тимиртау, на чьей шахте недавно погибло 46 рабочих. Несмотря на трагедию, он считает Лакшми Миттелла хорошим инвестором, который вкладывал деньги и развивал производство. Вот что он пишет. Очевидно, что вывод комбината в тяжёлых условиях из тупикового положения осуществлён акционерным обществом Арселор Миттел Тимиртау. На развитие комбината были потрачены сотни миллионов долларов. За счёт этого обновилось производство, обеспечивалось оснащение современным оборудованием, новейшими технологиями. Появились новые дополнительные мощности. Производство стали достигло 6 миллионов тонн в год. Однако со временем не могут не появиться и новые проблемы. Особенно болит душа за имеющееся место в последние годы в случае гибели людей вследствие повторяющихся технологических аварий. Ну и, пожалуй, самая откровенная часть книги – это признание Нурсултана Назарбаева о наличии второй семьи. Заслушайте отрывок. Однажды мне выпала дорога в Талдыкорган. Во время рабочих поездок главы государства в регионы его встречали с цветами у трапа самолёта. Известно, что для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек. Красивый ритуал, к которому мы привыкли давно. С самого прибытия на эту землю становится приятно глазу, тепло на душе. Но тот случай произвёл особое впечатление. Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилось и потом часто вспоминалось светлой лицей красавицы с пылающим взглядом и изящной точёной фигурой. Прошло некоторое время. Образ той красивой девушки, встречавшей меня в аэропорту Талдыкоргана, вновь и вновь возникал в моей памяти. В один из дней неожиданно появился повод её найти. Я просматривал прессу, когда одно газетное фото словно обожгло меня. В Астане прошёл конкурс красоты Мисс Казахстана, на котором гран-при завоевала та самая девушка. Оказывается, зовут её Осель. Теперь разыскать её было нетрудно. Наше знакомство переросло во взаимную симпатию о симпатии в сближении. Не стану затягивать рассказ. Мы сочетались с браком по мусульманскому обычаю. Осель подарила мне двоих детей и двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Пайкен. Радость, отцовство, счастье, целовать своего младенца вновь вернулась ко мне в возрасте, когда мне было за 65. Первые шаги моих малышей, первые слова и лепетная речь, ношение их на руках, в волшебный мир их игрушек, поход первый раз в первый класс, в восторге от первых прочтенных и начертанных ими букв. Их шумный бег навстречу мне, когда я входил в дом после работы. Всё это как будто облегчило и тяготы периода строительства столицы. К царе, матери трёх моих дочерей, дорогие Динары Алии, которая с молодых лет была мне опорой и была рядом в часы самых тяжких испытаний, я всю жизнь отношусь с благодарностью и заботой. В этой трудной жизни утешением мне стало и то, что тот поворотный момент моей судьбы она поняла и простила меня. Я уже говорил, что её дедом был именитый в сарарке бай по имени Конакай, оказывается у него не было сыновей. Он уже разменял седьмой десяток, когда его байпще старшая жена сосватывала юную девушку и женила его на ней. На счастье, та родила сына, которому дали имя Аупыс. Кто знает, может быть, царе вспомнился тот давний обычай предков, и потому она широкой душой восприняла свершившийся факт. Во всяком случае, она не бросилась терзать мою и без того измотанную душу. Сын, наследник и продолжатель фамилии. Стало быть, на сегодня моё родословие выстраивается так. Карасай, Кущек, Айдар, Мрзатай, Кенбаба, Едил, Сапагбай, Назарбай, Абиш, Нурсутан, Тауманбайкен и так далее. А это придаёт уверенность и вдохновение. Если не прерывается твой род и не теряется твоя надежда, сейчас два моих сына повзрослели. Они радуют нас и растут хорошими парнями. Воспитывая детей в любви и заботе, человек продлевает и свою жизнь. Вот так, друзья. Я выложил перед вами всю правду. Что вы на это скажете? Дело ваше – это жизнь. Есть одна неопровержимая истина. Истина о том, что сердцу не прикажешь. Что тут сказать? Не знаю, совпадают ваши чувства с моими или нет, но я ночью, закрыв последнюю страницу книги, испытала что-то вроде сожаления. Я не знаю, чего ожидала. Но хотелось найти какие-то нотки человеческого сожаления, какой-то рефлексии, какого-то «простите и прощайте». Но человек стоит на своем, он ни о чем не сожалеет. Кстати, я в 2017 году, когда в числе нескольких журналистов была допущена к интервью с Назарбаевым, задала ему этот вопрос. Есть ли что-то за годы вашего правления, о чем вы сожалеете? Я этот вопрос задала уже пожилому человеку, понимая, что он готовится уходить. Он не ответил на вопрос. И в книге это также ничего не звучит. Он ни о чем не жалеет, он ни в чем не раскаивается. Он стоит прямо. И даже приватизация Арселор Миттл, оказывается, она была очень успешной. И туда были вложены миллионы. И если там гибнут люди, то жаль, конечно, жаль. Но что поделать? У каждого своя судьба, каждый выбирает свой путь. Никакой рефлексии в этой книге нет. И даже каких-то человеческих, каких-то живых ноток. Так, для чего она была написана? Ну, это вот такое последнее слово, да, нашего бывшего президента, в котором при этом этого последнего слова нет. Есть легитимизация двоих сыновей, которые теперь легитимизированы. Они вот есть и в общественном пространстве, и в юридическом. Может быть, все ради этого было сделано, чтобы то, что было на уровне слухов, теперь это де юре, де факто. Ну, если человек, который 30 лет нами правил, написал книгу ради этого, то, ну, значит, и не надо было ничего больше ждать. А я все-таки ждала, да. Последнего прости и прощай. В последнее время вашу честь слагают песни, стихи, вам ставят фильмы, памятники. Словословия депутатов, ваш адрес, они достигли невероятных высот по своей тональности. И вот поправка в 91-й статью Конституции закрепила уже особый статус первого президента. Одним предложением могу сказать. Отношусь плохо, и мне это не нужно. Я все время открыто об этом говорю. Марк Аврели, который был большим советчиком всех правителей, сказал, что при жизни строить памятники, не верить, что будущие поколения тебя вспомнят. То есть по делам надо судить? Есть, наверное, в моем отношении к нашему первому президенту что-то от... Это нельзя назвать стокгольмским синдромом, потому что я не считаю себя заложником. Но когда ты хочешь понять личность, когда ты смотришь на кого-то как на сфинкса, хочешь его разгадать, и хочешь там, добравшись до глубины души, увидеть что-то сложное, что-то большое, выдающееся. И вот эти вот нотки сожаления, пусть без каких-то юридических признаний, они бы уже многое дали. Но этого не произошло. Все эти годы казахстанский народ мне доверял. На последних референдуме по выборам президента в 2015 году 97%. И люди стояли в очередах для того, чтобы голосовать. Для меня никакой высшей боли и награды нет. Ну и последнее, что хочу сказать о книге не только этой недели, но и всего года. Сама тональность воспоминаний, то, как Назарбаев описывает события, как он представляет, и вот стиль написания, он повторяет ту мысль, которую он сам постоянно высказывает также в интервью многочисленных и раньше, и уже после транзита. И даже на поминках по Булату Назарбаеву, брату своему, он тоже это повторил. История меня рассудит. История все расставит по местам. Ну, как бы вы, мы, его современники, можем сейчас судить о делах его как угодно, включая там какие-то судебные процессы, возвращение каких-то активов. А история могла еще все... Посмотрим, как оно будет. Вот я в этой связи хочу сказать, что мне тоже очень хочется справедливости исторической. Мне тоже очень хочется, чтобы история все рассудила правильно и все поставила по своим местам. Чтобы выдающиеся наши политики остались в истории выдающимися. Клиптократы-коррупционеры остались клиптократами и коррупционерами. Потому что история, как говорил Михаил Горбачев, История дамы капризная. Дама не только капризная, она тоже бывает временами слепой, она не всегда судит справедливо, а вот очень хотелось бы справедливого исторического суда. 30 ноября пробил час икс. В этот день нам должны были сообщить имя нового инвестора Арселор Миттл Тимиртау. Вице-премьера Монскляр и премьер-министр Смаилов лично обещали выйти и назвать это имя. Вчера говорил министр, что еще решение не принято. А когда будут такие решения приняты по новому акционеру, так как объекты в основном трудообразующие, люди ждут. Как я ранее говорил, до конца ноября месяца. Однако этого не произошло. 30 ноября нам сказали, что сделка между правительством и Арселор Миттл подходит к концу. Документы согласовываются, а как только все произойдет, проведут брифинг и ответят на все вопросы. Ну а мне все еще нравится моя версия, что происходит национализация Арселор Миттл Тимиртау, а за модернизацию 4 миллиарда долларов заплатит Назарбаев, партнер Лакшми Миттла. Об этом писал еще Рахат Алиев в своей книге «Крестный тесть», которая была запрещена в Казахстане, но я ее читала от корки до корки. И что интересно, что отмечают все. После Кантара, когда стали открываться документы, когда стало открываться много информации, абсолютно все в этой книге, вот прям до документика подтверждается, ничего не выдумывал Рахат Алиев, несмотря на то, что был фигурой эксцентричной, противоречивой. Но при этом инсайдеры, у которых я прошу подтверждения своей версии, отвечают, что это не так, но на то они и инсайдеры, люди ответственные, что они говорят обычно то, что им выгодно, поэтому, кстати, в журналистике есть железное правило. Информация подтверждается только, если два или три независимых друг от друга источников вам ее дали. Почему я цепляюсь за свою версию? Все еще, потому что других обладателей таких денег 4 миллиардов долларов у нас нет. Ну и вообще вложение в модернизацию кармета, шахт именно экс-президентом было бы справедливо. Сейчас самое главное для меня, для страны, социальное самочувствие народа, который там работает. Темиртаусскими металлургами у меня особая связь с карагандинскими шахтерами. Ну а то, что Казахстан заплатит Лакшми Миттеллу за то, чтобы он, давайте скажем, грубо убрался из нашей страны, объявят на брифинге после завершения сделки, я предполагаю, что это миллиард 100 долларов. Вот миллиард 1,1 доллара. Между тем, из-под Вальтиха начинается кампания по возврату государству другого гиганта Казахмыса. В новой газете «Казахстан» появилось обращение ветеранов-металлургов к властям Казахстана. Они просят вернуть комплекс Казахмыс государству. Среди подписавшихся старые рабочие жестказган Цветмета, бывшие руководители Балхашмыса, экс-депутаты Мажелиса и Маслихатов, триггером стали сразу три смертельных случая за один месяц на Казахмысе. Там всегда была высокая смертность, одна из самых высоких в Казахстане. На предприятии даже есть специальный департамент для судебных споров с регрессниками, с теми, кто получил травмы, стал инвалидом, кто потерял родных. Последний смертельный исход смены произошел 27 ноября на руднике Жайсан. Погибли двое рабочих. До этого в ноябре еще двое, одна женщина. А в октябре упал ленточный конвейер, в котором находились шесть человек. Убийственная статистика говорит сама за себя. И все же я подозреваю, что обращение ветеранов не случайно. Более того, я надеюсь на это, что есть задача вернуть казахмыс государству. Владельцы, приватизировавшие предприятие за бесценок, как говорится в обращении, уже давно сказочно на нем разбогатели и в обиде быть не должны. Всему же есть предел. Какая схема владения на казахмысе? Казахмыс сегодня принадлежит, было так, Владимир Ким, Огай, Новочук. Но и Рахат этот писал, и все об этом говорили, что там на самом деле владельцем является сам Назарбаев. Мы, жители Улытаусского региона, трудящиеся и заслуженные ветераны горно-металлургического комплекса Казахстана, стоявшие у истоков создания и развития комбината Жесказган Цветмет и отдавшие для этого знания, опыт о некоторой и свое здоровье, не можем безучастно наблюдать за тем, как одно из лучших предприятий государства продолжает расхищаться небольшой группой людей, пополняя списки журналов Forbes, в то время, когда на предприятиях корпорации годами не решаются элементарные социальные вопросы, такие как обеспечение жильем и чистой питьевой водой, экологические проблемы, обновление технологического оборудования ставятся под угрозу здоровья людей. Корпорация «Казахмыс» это добыча и переработка меди, это золото, серебро, серная кислота, селенный свинец. Большая часть акций компании официально принадлежит Владимиру Киму, это самый богатый человек Казахстана. Его состояние, согласно Forbes, оценивается в 4,6 миллиардов долларов. На этой неделе правительство перекинуло предприятие Кайрата Боранбаева «Азия Чунжа Газ» на баланс «Самрук Казынай», и мы узнали его официальную стоимость 6,4 миллиарда тенге. Некоторые эксперты, например, Нурлан Жамагулов, полагают, что это дешево, что на самом деле это предприятие стоит дороже, потому что через него проходит транзитная ветка в Китай. Я слышала другие мнения, что это районная газораспределительная сеть, но как бы там ни было, вернули и вернули, если из правительства в «Самрук Казына», то какая разница, во сколько оно оценено, главное, что вернулось государству. Очень важна цена, когда государство продает в частные руки дешево, а покупает дорого. Вот тогда очень принципиально говорить про цену. Ну а Тимур Кулебаев на этой неделе поменял сразу 4-х топ-менеджеров своих в корпорации. Это люди, известные в узких кругах. Одну из них обвиняют в том, что именно она способствовала аресту и суду над бывшим директором аэропорта Алматы. Вот почитайте, что пишет Денис Кривошеев. Погнал Тимурка бабку. Она как первый жар птицы, стала приносить много непокою. Не успела попасть в Форбс, как сразу проблемы, реально проклятие. А еще известно, что она прилетала в Казахстан переписывать активы. Откупается, не хочет в тюрьму. Много лет назад некогда она фабриковала дело на Айбола Бекмухамбетова, директора аэропорта. Звонила Можилову, генеральному прокурору и главному транспортному. И все из-за нежелания платить бонусы. Тогда в личной беседе я ей сказал, что она рано или поздно окажется в том же положении. И заслужена. Вы даже не представляете, какой она нехороший человек. Я же спросила экспертов, что означает эта смена директоров. И мне ответили, что, скорее всего, на этом настояли власти, что какие-то из этих фигур стали токсичными, неприемлемыми для казахстанской власти. Я в прошлых выпусках событий недели говорила, власть закручивает гайки. И тех, кто на ее взгляд угрожает стабильности, будут судить, будут сажать. Так и происходит. Прокуроры требуют, а суды выносят просто зверские сроки. Никаких там 3-4 года условно, 9-10 лет, 11, как здорово живешь. На прошлой неделе Нуржан Альтаев получил 10 лет заключения. И если апелляция не смягчит, а я вангую, что не смягчит, не для того выносили, он отправится до 2033 года в заключение. Когда выйдет, в Казахстане будет править уже другой президент, а не Токаев, которого Альтаев не взлюбил нас только, что ушел в яростную уличную оппозицию к нему. Марафонец Марат Жиланбаев осужден на 7 лет. И если апелляция не смягчит приговор, а я вангую, что не смягчит все эти суды политические, там есть административный ресурс, и зачем выносить приговор, чтобы его потом изменять на апелляции, нет, конечно. Если не смягчит приговор, то бегун наш прославленный отправится в заключение до 2030 года. Я буду биться до конца, хоть дадут мне пожизненное заключение. Я хочу, чтобы народ знал, боролся за свои права. Он тоже выйдет, когда Касым Жомарт Токаев будет уже на пенсии. Выборы президента пройдут. Стоит ли борьба таких жертв, что она приближает, что она меняет, улучшает, чтобы отправляться в тюрьму. Когда человек, президент, правит 30 лет, уходить не собирается, мечтает передать власть своим детям. И все богатства страны присвоены его семьей и хотят это зацементировать навечно. И я понимаю жертвенность героев-одиночек. И я всегда понимала эту жертвенность. Но когда приходит новый президент, ограничивает себя и будущих президентов одним сроком, когда он начинает бороться с системной коррупцией, выкорчевывает из экономики членов семьи Назарбаевых их интересы. А это трудно, долго, болезненно. Это как вырезать метастазы, которые пошли по всему организму. Организм заражен, болен, лечить его непросто. Так вот, когда все это происходит, возникает у меня вопрос, против чего яростно протестуют уличные оппозиционеры? Против отмены закона о Елбасе? Получается так. Против возвращения активов государству? Против возвращения Арселор Митлова и всего остального, что было разворовано? да, получается так, хотя цели провозглашаются другие, но помогают новые оппозиционеры, оппозиционеры нового времени, которые появились после 2019 года, именно семье вольно или невольно, осознанно или по незнанию, по непониманию. Конечно, у президента не все получается, есть, как говорится, за что критиковать и критикуем, как сказал Назарбаев шаман кельген честиде, но тот же Лакшми Митл, он что, готов уйти по первому требованию? Казахмыс готовы отдать просто так? Да все юридически оформлено, не подкопаешься, но есть намерение восстановить справедливость, вернуть, вернуть активы в страну, а не такое намерение откровенное, как было раньше, поделить Казахстан как пирог между детьми, братьями, сестрами. И вот в такой ситуации, во все еще недемократическом, авторитарном государстве, тут не должно быть иллюзии каких-то обмана, да, Казахстан недемократическое государство, авторитарное, постоянно все расшатывать, призывать на митинги, которые легко могут перейти в беспорядки, это при нашей травме после Хантара, в чем смысл, какая цель? Чтобы у Назарбаевых все осталось как есть, чтобы они вернулись, получается так, потому что итог этих действий один. При этом раньше эти люди ничего не делали, когда все разворовывалось, но почему же сейчас, когда такие действия помогают оппонентам Токаева, а оппоненту Токаева один, это семья Назарбаевых, это Дарига Назарбаева, что расстраивает? Возврат активов и все остальное, все реформы, они шли бы быстрее, успешнее, если бы у президента Токаева и его команды была поддержка общества и казахстанцев, если бы они ее чувствовали. Но они работают при огромном сопротивлении материала, не только самой семьи, но и всех казахстанцев. Если вы пишете и поддерживаете хейт против действующего президента, просто знайте, что таким образом не приближается демократия, а идет помощь Назарбаевым сохранить свои активы, экономическое и политическое влияние. И тут даже бессмысленно рассуждать о том, кому платят за такую работу, даже при этом они имеют право. Но чем больше сопротивление, тем труднее вести реформы, тем больше вероятность, что возврата активов предприятий в собственность государства не произойдет, а через семь лет, может быть, они вообще вернутся к власти не сами, они понимают, что сами не могут, а на аватаре какого-нибудь яростного оппозиционера, который проснулся как раз тогда, когда у страны появилась надежда. Многие сегодняшние оппозиционеры были неактивны и не протестовали против Назарбаева ни словом, ни делом. Обидно, что это происходит сейчас, когда стране нужны перемены. И участие даже в одном митинге земельном мало что значит. Я сама была задержана 21 мая 2016 года за то, что вела репортаж и фотографировала задержание митингующих. Весь тот день я провела в полиции, можете посмотреть в моих соцсетях, но это не делает меня оппозиционером. Большинство сегодняшних оппозиционеров проснулись именно с приходом Тукаева. И я все это говорю не ради действующего президента. Бог с ним, он через 6 лет, 7 лет уйдет. И оплаченные боты, и искренние комментаторы могут писать с утра до ночи вот здесь, что я провластная или что-то еще. Нет, я независимая. Все это грязное в большинстве своем купленная ложь, как и многое, что происходит в наши дни. И я проговариваю это как раз таки в ущерб себе из высших интересов своей страны. Интересов так, как я их понимаю. Яростное сопротивление властям с митингами, призывами работает на Назарбаевы. Я на этом настаиваю, я в этом уверена и убеждена только на них. Вот и вся истина, вот и весь расклад. Но все это не отменяет факт политических приговоров, политических процессов. Я сочувствую Марафонцу, Марату Желанбаеву, который отбежал все пустыни мира и вот попал в тюрьму на 7 лет. Зачем? Я сочувствую всем, кого используют явно или скрытно, а потом равнодушно потирает руки. Те, кто используют идеалистов, преследуют свои цели сохранить свою власть, громадные состояния, влияния, а действующая власть идет на жесткие политические приговоры, рассматривая благо страны и общества со своей колокольни стабильности и продолжения реформ. Повторюсь, реформы можно было вести гораздо эффективнее, успешнее, если бы не было всего этого. Приговор 7 лет политически это осознанное решение власти убрать с активной сцены на время человека, который мешает и способен навредить интересам государства, так как их понимает само государство. Сам Марат Жиланбаев конечно видел в своих действиях только пользу. все действуют исходя из убежденности в своей правоте и благе общества благими намерениями умощена дорога в ад. Единственный актор не обманывается на свой счет насчет своих намерений в этой игре это члены семьи у которых четкие личные задачи. Иначе они бы вышли из тени и действовали открыто. Есть и другие суды не такие очевидно политические хотя бы потому что там за подсудимых никто не заступает совсем плевать даже если там квалификация тоже вызывает сомнения. Я про осужденных в Петропавловске членов движения Народный Совет. Их явки и пароли раскрыли этой весной. Помните нашумевшее видео где страны и люди зачитывали декларацию независимости Петропавловска. Мы вольный и свободный народ мужчины и женщины трудящиеся жители города Петропавловска Североказахстанской области ввиду эффективности правовой основы корпорации Республики Казахстан ввиду создания неблагоприятных условий для жизни народа а также по причине недееспособности и бесчестия ее агентов заявляем полное недоверие всем учредителям и служащим системой управления нашим достоянием и ресурсами. Мы народ провозглашаем свою независимость самостоятельность и суверенитет. Группа из 19 человек назвала себя преемниками СССР. На следующий день они обратились к Тукаеву. Нас неправильно поняли мы имели ввиду независимость от олигархов а не от Казахстана. И позже на суде они повторяли что собирались создать народный совет трудящихся чтобы оказывать людям правовую помощь решать городские проблемы. Вообще это так оно и есть. Никаких противоправных действий они не предпринимали не планировали нет таких фактов. это это был все равно что кружок по интересам собираются люди и провозглашают себя кем угодно хоть китайскими императорами. Там нет строго юридически там нет признаков сепаратизма. Обычные городские сумасшедшие они до этого были антиваксерами вот все эти люди осужденные на 7 и 9 лет лишения свободы они выступали против вакцинации они говорили что пандемия это заговор они выступали против закона о насилии потому что якобы тогда детей будут забирать из наших домов они протестовали даже против открытия университета Аризоны в Петропавловске потому что тогда там будут воспитывать и взращивать геев и вот этим городским сумасшедшим дали от 7 до 9 лет в свободном суде обвинение бы рассыпалось я подчеркиваю это поэтому приговор петропавловцам такой же политически обусловлены да дела разные их нельзя рассматривать как нечто единое но общее именно в части обвинений приговоров квалификации они показательные они как бы вот для наглядности а потому политические власть демонстрирует что будет жестко расправляться со всеми кто так или иначе мутит воду и способен с ее точки зрения навредить государству например национальному вопросу но дело в том что закон он никогда не рассматривает дело с точки зрения каких-то национальных интересов общественных интересов важно понимать что нет отдельного правосудия для тех кому вы сочувствуете и отдельного для тех кого вы ненавидите если фемида слепа то она слепа и для нее странные люди в Петропавловске будут просто странными людьми а не сепаратистами а если вам нравится этот приговор и вы считаете его правильным независимо от того насколько он точен юридически тогда политически обусловленные процессы будут и никуда не денутся фемида не может и не должна никому угождать служить для острастки чтобы другим неповадно было а если служит тогда будем готовы к тому что она будет служить во всех случаях в других случаях проявляя пристрастность и к тем кому мы вы симпатизируете жалеете обожаете ну и особняком тоже стоят суды над иностранными активистами Евгения Болтатарова это гражданская активистка из Бурятии она приехала в Казахстан после начала войны в России ей грозит огромный срок за фейки о российской армии она просит и просила политическое убежище в Казахстане вот на этой неделе суд ей отказал он считает что в ее преследовании нет политических мотивов и теперь она как и многие другие российские активисты зависли дело в том что они не могут вернуться в Россию потому что им там грозят большие сроки и выехать не могут в третьи страны потому что в Казахстан они приезжают по внутренним документам то есть в такой вот ситуации подвисшей и самое благородное что может сделать Казахстан это отпустить их как-то и передать третьей стороне Европе которая конечно же примет их как беженцев но ни в коем случае не возвращать России то есть я не думаю что государственные интересы пострадают если Казахстан позволит этим людям хотя бы выехать межгосударственный розыск не путать с международным международный это интерпол межгосударственный розыск подразумевает выдачу соответственно когда вы объявляетесь в федеральный розыск в России там буквально неделя проходит и вы уже автоматически появляетесь в межгосударственном розыске особенно если есть основания полагать что вы выехали в Казахстан там еще в ближайшую страну ну сейчас сразу автоматом всех подают соответственно если у вас в России уголовное дело и розыск то вас будут искать везде но везде в этих странах по дкб и тут не нужно кого-то особого запроса от россии тут просто проверка документов и в базе и все это происходит чаще всего в аэропортах когда люди пытаются куда-то из казахстана выехать это происходит при каком-нибудь административном допустим правонарушение политическое убежище конечно же им не дадут и не дали бы тут уже россия бы просто встала в позу что мол происходит так же как и узбекистан каракалпактские активисты тоже просят политическое убежище в казахстане это вот после событий прошлого года там люди получили тоже большие сроки тоже симпатизируем сочувствуем но я думаю что власти не пойдут на то чтобы ссориться с узбекистаном из-за гражданских активистов из каракалпакстана но возвращать узбекистану этих людей тоже нельзя уже есть прецеденты когда казахстан передавал передавал людей которым грозит на родине что-то страшное передавал и в европу и вообще на фоне собственных политических процессов узбекистан или россии они никогда не поймут каких-то вот таких шагов со стороны казахстана они скажут что вы демократическое государство что ли ну нет конечно опять чп опять с массовой гибелью людей 13 человек задохнулись от угарного газа в алматинском хостеле девять казахстанцев среди них 15-летний подросток студент колледжа двое парней из россии по 22 года явно бежали от войны двое граждан узбекистана один из них из каракалпакстана так что тоже можно предположить бежал не от хорошей жизни 59 человек выбрались самостоятельно сейчас следствие рассматривает три причины курения и возгорания матраса короткое замыкание проводки или аккумулятора самоката но чтобы в итоге не выяснилось все это повод а есть глубины и причины кирпич если плохо лежит в какой-то момент падает хостел открылся полтора месяца назад в трехэтажном жилом доме без разрешения арендодатель дочка халык банка сдала залоговое помещение целевое предназначение которого магазин но никто не проследил что там устроили хостел общежития по закону делать это в подвале цокольном этаже вообще запрещено и должна была произойти трагедия чтобы акимат службы чс узнали что в городе есть такой алматы хостел хотя он давал рекламные объявления он есть в туге зе а зажиму спагетсе басты хорать а вот так так то ваш сын не пришел на работу депи как раз курс информация а у колюшка сезах айтан сурады мазба кайдан тапту и формател образования к информации береген колледж не хостел отдел образования данный же колледж мы провели расследование выяснили что это сейчас обычное дело даже в подвалах наших сотрудников нашей редакции открываются хостел и которые не зарегистрированы и при этом они рекламируются сдаются даже если едешь по алматы по табличкам видно как их много спрос растет в алматы и другие крупные города едут релаканты внутренние трудовые мигранты иностранные большая армия студентов общежитий для них не хватает и в этом году министерство просвещения заключила договоры с хостелами на проживание учащихся получается рано обычно четыре пять раз спаем и сегодня два я усну мне будет я упал получается все там огонь обед был здесь получается там огонь был ну выбежали все уже без ничего я в часах только был то есть было открытое пламя в общем как обычно слетелись черные лебеди в большинстве несчастных случаев у нас гибнут самые уязвимые поэтому наши чп это такие социальные проблемы социальные трагедии вот на шахтах арселора кто погиб это рабочие с низкими зарплатами ужасающими условиями труда на предприятиях казахмыса тоже погибают они в домах с печами это многодетные семьи самые бедные где родители устали от жизни от детей ну и хостелы хостел алматы там живут далеко не веселые молодые туристы с рюкзаками за плечами как в европейских городах в наших хостелах живут снимают койку на неопределенный срок там прям живут работают самый богатый город центральной азии едут в поисках лучшей жизни надежды на лучшее если рассмотреть судьбу каждого из 13 погибших то там сложится 13 социальных драм два парня из россии как я уже сказала явно бежали от войны двое из узбекистана работали на наших стройках наверное один из кроколпакстана может быть это тот самый активист которого сейчас добиваются экстрадиции и которых казахстан не хочет задерживать а выдает узбекистану 9 казахстанцев это внутренние наши трудовые мигранты раньше они обычно жили на окраине алматы в бараках с удобствами на улице я просто делала об этом подробные репортажи они живут вот пять на пять таких комнатках по десять человек там только место спальное причем это матрас на полу и вот для них хостел это уже был таким подъемом это были уже лучшие условия они появились в пандемию и стали таким предложением для наших мигрантов первое время здесь спали матрасы сезис был ксмардадан гелдимен жаскизм делал то что он что угасал визу осиаха гелдим ну так работал потом с женой познакомился и школа туда пока ну тусу уже время уйд кеттва водитель дывол дым охранит дывол дым стройк дыли стебен шмерлужим стебен все-все барабаран и сенгезе ахши дит спит и суда он айхай пастаен бастала несчастные случаи происходят в разных странах можно сказать во всех даже самых благополучных хотя все же трудно представить что в хостеле Женевы Лондона или Нью-Йорка угорели 13 человек или что о существовании хостела в центре города не знали губернаторы мэры и пожарные просто невозможно из таких трагедий важно делать выводы они происходят не случайно складываются из ряда факторов вот в данном случае нет порядка как я уже сказала о существовании алматы хостела не знали ни в акимате ни в чес ни в других контролирующих органах в Женеве возможно такое нет это место где живет большое количество людей а там где много людей на маленьком пространстве замкнут там тем более в подвале всегда стоит вопрос о безопасности как же коммунальное хозяйство акиматы городские районы не знали про хостел который занимает занимал почти 500 квадратных метров и на момент пожара там жили 72 человека они же потребляли большое количество воды электричество как алматы хостел платил за все эти услуги если город не знал про него и это мы живем всего лишь в двухмиллионном городе который поделен на районы с большим бюрократическим аппаратом как как выживают десяти двадцати миллионные мегаполисы и не загибаются это важно понимать потому что наши города будут расти да население страны наших городов будет расти а еще будут приезжать из соседних республик рождаемость всего региона очень высокая и она увеличивается дальше а молодежь стремится в города происходит стремительная урбанизация особенно алматы служит таким пылесосом и удержать людей вы не можете разве что ввести как узбекистан в ташкенте прописку а значит прежде всего в алматы но и в других городах каждый там притягивает свой регион а самые такие уже смелые едут в алматы городах будет все больше приезжих все больше студентов трудовых мигрантов хватит ли для всех места безопасных койко мест воды электричество тепла земля и недвижимость в наших больших городах она очень дорогая и она тоже будет расти в цене чтобы вам не говорили на этот счет риэлторы и цена хостелов также как пятизвездочных городов будет тоже расти а значит их будут строить и будут открывать причем часто скрываясь от властей в подвалах а власти подходят к вопросу не прагматично в аварийном режиме вот возьмем студентов летом министерство просвещения решила расселять их по хостелам это тех кому не хватило общежитий с ними заключили договоры с хостелами сейчас все подчеркивают что сгоревший он был нелегальный с ним никто не имел отношений но вы не можете проконтролировать всех студентов они будут жить там где им дешевле где им удобней хотя в августе наша редакция делала рейд по общежитиям алматы и мы убедились наши журналисты убедились что там живут в большинстве своем курьеры доставщики еды вот которые ездят на мотоциклах и машинах по городу но это отдельная тема а вы можете показать свои студенческие здравствуйте вы здесь учитесь нет а вы откуда даже если все будет честно общежитий всем не может хватить потому что в алматы 43 университета 88 колледжей финансовый центр превратили в студенческий городок чего у нас не умеют совершенно и не делают никогда это планировать считать наперед с 90-х годов открывали вузы направо налево все лезли в алматы потому что это престижно и конкурентно при выборе быть абитуриентов отдельный вопрос качество образования при таком подходе другой нагрузка на город ни один город не может обеспечить такое количество приезжих жильем студенты это всегда приезжие это надо понимать при выдаче разрешений на открытие очередного универа и колледжа нельзя было разрешать открывать в алматы столько вузов но у нас рулит не голова другое место когда уже наши власти местные и республиканские будут заглядывать вперед считать планировать они жить сегодняшним днем как долго мы будем реагировать на ситуации только по факту пришла беда открыл ворота к нам приехал спецпосланник европейского союза по санкциям дэвид о салива приехал и заявил на пресс-конференции что обход санкций и реэкспорт товаров из казахстана в россию продолжается ес внимательно следить за компаниями которые занимаются темными делишками но пока налагать на них санкции не намерен правда конкретики не прозвучало хотя бы намек какие компании и что именно они поставляют никаких угроз в своих визитах я не проявляю и считают те вызовы с которыми мы сталкиваемся общими потому что это касается всех стран мы уважаем позицию других стран в том числе казахстана которые не присоединяются к санкциям это решение каждого государства что здесь важно казахстан заинтересован в установлении торговых отношений со странами членами ес и в привлечении инвестиций поэтому ни государству ни компаниям работающим в этой стране не выгодно чтобы казахстан стал местом обхода санкций это общий вызов для всех нас и мы высоко ценим готовность казахстана вместе решать эту проблему это уже второй визит спецпосланника е за один год в апреле он встречался с членами правительства бизнеса и тоже выражал озабоченность что происходит вот в прошлом году мы делали материалы тогда расследование большое провели важные истории это российская сми и журнал шпигель немецкий мы даже брали интервью важных историй у журналиста который непосредственно вел расследование о том как через казахстан в россию поступают дроны и видим что обороны оборонная сфера россии вполне себе работает оружие производится комплектующие увозится то есть санкции не сработали мы решили посмотреть каким образом это происходит каким образом откуда идет этот поток комплектующих которых очевидно ну как бы нет недостатка сейчас как как ни странно и мы на самом деле подумали что логично что это может могут быть странные которые входят в единое экономическое пространство россии потому что там ну нет таможенных границ по сути и действительно когда мы посмотрели в общем это можно статистику оказалось что действительно там импорт тех же чипов казахстан вырос по сравнению с прошлым годом в два раза то есть там было 35 миллионов долларов сейчас 75 миллионов долларов импорт дронов вырос вообще в 70 раз больше чем 70 раз и в то же время рост экспорта в россию был просто огромный то есть ну в принципе стало довольно очевидно что казахстан здесь настал одним из этих путей через которые россия обходит санкции мы решили уже найти вот конкретные доказательства того что это происходит конечно это просто точка пути потому что западные компании не могут напрямую в россии сейчас ничего экспортировать поэтому есть такая буферная зона казахстан а мы здесь в казахстане уже на нашем содержании провели свое расследование продолжили и прям открыли что это за компания что за бизнесмены там оказалось что все россияне которые открыли свои фирмы прям накануне войны казахстан да он как бы сказать выражаясь опять-таки на языке суда был виновен экспорт двойного товаров двойного назначения происходил тех товаров которые могли использоваться на войне и нам сделали строгое предупреждение и после этого вот этот экспорт товаров двойного назначения был закрыт это действительно так вот мы проверяли мы на таможне спрашивали я даже веду какие-то часто свои исследования спрашиваю людей которые имеют дело с таможней за последнее время за последний год казахстан эту проблему решил но торговля в целом двух стран продолжается уже вот в объемах договоренности двух стран то есть тех товаров которые не используются на войне но иначе быть не может без этой торговли казахстан не проживет потому что россию можно ненавидеть можно ее обожать но это самый крупный торговый партнер казахстана это факт просто который вы с которым вы не можете не считаться вы с ним ничего не можете сделать там самая длинная граница в мире куда вы денетесь куда мы денемся от торговли со страной с которой торговались не за памятных времен это самоубийство взять и прекратить экономическое сотрудничество но по сути то чего требуют дальше больше чем отменить товары двойного назначения это и есть присоединение к санкциям отмена торговли как таковой но это нереально это понимают на западе по этому действует такой кнут и пряник политика кнута и пряника с одной стороны приезжает салливан он грозит он говорит такие строгие вещи и потом приезжают политики говорят а мы понимаем и остается надежда что все-таки такие визиты это напоминание чтобы не расслаблялись а нереальное требование ожидания что казахстан пойдет на какие-то резкие шаги и присоединиться к санкциям салливан сказал мы уважаем решение казахстана не присоединяться к санкциям ну разве есть выбор разве у казахстана есть выбор главное строго и внимательно следить за тем чтобы в россию через нас через казахстан не уходило то что способна помогать убивать на войне интересно что не только запад требует от казахстана присоединиться к санкциям сегодня в мире все так и хотят обратить верующих в свою сторону иран и его святейшества аяталах умени включили казахстан в список мусульманских стран которые очень активно торгуют с израилем казахстан где-то там на втором месте после азербайджана иран считает это пособничество сианистом вот карта таких мусульманских оппортунистов появилась на официальном каком-то ресурсе ирана очень грустно когда люди сами живут в состоянии осажденной крепости и хотят чтобы все вокруг поступали также я не знаю совпадение или нет но казахстан на этой неделе по времени совпало прямо после появления списка пособников сианистом в который мы попали выделил дополнительную помощь палестине плюс к миллиону долларов еще зерно медикаменты повторюсь связаны эти события или нет непонятно официально это не признают никогда но вообще давить на себя в подобных вопросах нельзя если кто-то хочет с кем-то воевать пусть воюет и нечестно манипулировать фактором единой веры мусульманство призывая присоединиться к торговому джихаду но именно так ведут себя все чаще в мире и те у кого есть здравый смысл и те у кого его нет и никогда не было кто не знаменит вот против нас самый популярный девиз очередное обострение на казахстана российской границы да не больше не меньше вот 17 часов назад российская госдума сделала заявление что казахстан есть риск военного конфликта с казахстаном через несколько десятилетий вот за несколько десятилетий остается благодарить и вообще что это такое это угроза ну а до этого депутат госдумы федоров сделал заявление прямо в госдуме он во-первых прокомментировал тот самый приговор в петропавловске сепаратистом назвав его незаконным хотя это нарушение какой-то политической этики комментирование прям в парламенте приговора в другой стране а во-вторых он назвал казахстан страной сомнительной законности ну это это даже оскорбление это обижает но что обычно в таких случаях делал казахстан он как бы говорил что маку маку все спокойно это мнение отдельного политика а это мнение отдельного журналиста а это мнение отдельного общественного деятеля но на этот раз ответка пришла из мажилиса депутат марат башима выступил в мажилисе вот накануне с заявлением причем которая по своей лексике не характерно для казахстанских политиков вообще казахстанские чиновники политики они очень скучны в своих изъявлениях очень осторожны официозны это такой канцелярит а на этот раз он назвал депутата госдумы федорова мальчиком с 13-летним интеллектом его слова слова блудим что в общем то так и есть также он дал такую характеристику что психологические проблемы у федорова и так далее ну давайте вот послушаем спасибо уважаемый ирлан джеканч коллеги в очередной раз мы видим недружественные высказывания в адрес казахстана со стороны некоторых депутатов государственной думы депутат федоров уже известно своими лживыми провокационным высказывания в адрес нашего суверенитета и территориальной целостности снова решил не аргументированно похайповать во первых он прокомментировал приговор участникам так называем народного совета и петропавловска который вполне заслуженно судили за сепаратизм во вторых назвал казахстан территории не вполне законного характера аргументирует это тем что наша страна брала независимость без соблюдения всех необходимых процедур трудно комментировать провокации депутата госдумы с интеллектом 13-летнего мальчика салаболдия федорова противоречит истории он нагло манипулирует фактами умышленно умалчивает о том каким образом проходил процесс распада ссср при этом федоров выступает против официальной политики своего же президента ходе последнего визита в казахстан владимир путин отметил что казахстанско-российское партнерство базируется на принципах взаимного уважения территориального территориальной целостности признание суверенитета то есть казахстан решил отвечать симметрично на хамские выпады тоже довольно такие нелицеприятными высказываниями но есть более серьезные вещи то что произошло в госдуме вот это вот заявление о риске военных конфликтов с казахстаном в обозримом будущем заявление федора во о сомнительной законности казахстана а еще кстати о том что казахстан исходя из своей сомнительной законности не имеет права вступать в нато это вообще какая-то глупость потому что хотя бы казахстан и не собирался никогда не изъявлял таких намерений даже не могу представить это вообще смешно казахстан вообще-то состоит в дкб но почему опять обострение осеннее обострение это сальва вот приехал спецпосланник ес салливан грозил казахстану пальчиком пальчиком на самом деле он не говорил что примет какие-то меры ес но погрозил мол давайте аккуратно все-таки реэкспорт продолжается давайте остановите после этого госдума раздражается вот таким вот словоблудием как говорит башимов вы знаете нам все грозят может быть хватит нам все угрожают все чего-то требуют салливан погрозил госдума на самом деле чтобы это казахстан не закрутил гайки именно в реэкспорте товаров почему это происходит это угроза чтобы казахстан который год назад закрыл реэкспорт каких-то военных товаров до тех же дронов чтобы он еще не ужесточил требования но с другой стороны нам также грозит ес и что делать бедному казахстану вообще хочется сказать отвалите ну на самом деле вот тоже уже на такой офсенной лексике да на какой разговаривают депутаты госдумы хочется сказать отвалите отвалите все также миру не хватает и будет не хватать генри киссинджера 29 ноября этот великий не побоюсь такой оценки политик 20 века умер ему было сто лет сам факт этот добавляет каких-то красок к портрету выдающегося человека как пишут в некрологах умер последний человек в мире который умел договариваться хотя киссинджер всегда стоял на позиции интересов сша но при этом наводил мосты останавливал войны приводил к разрядке это он восстановил отношения сша с китаем это он провел разрядку советского союза и сша и вот недавно уже это он летал в китай ему было сто лет после этой женщины пилоси которая приезжала на тайвань едва не привела к третьей мировой войне он поехал и разговаривал с китайскими политиками которые безмерно его уважали но попробуйте не уважить столетнего старца сам факт это просто поражает потому что он проводил переговоры с дэн сяопином и в пекине вот в 2023 году его повели в тот же зал в котором он 50 лет назад разговаривал с дэн сяопином и все участники вот той полувековой давности встречи уже были мертвы а он жив кстати у него был свой взгляд к тому как остановить российскую агрессию на украине российско-украинскую войну думаю мы достигли стратегической цели в том смысле что попытка россии поглотить украину военным путем провалилась сейчас необходимо очертить границу между двумя странами и нужно помнить что украина в том виде в котором она входила в советский союз была в значительной степени создана сталиным который включил в ее состав много территорий с русскоязычным населением я согласен с тем что россия должна заполучить какие-то территории в результате военных действий но я также думаю уже говорил об этом публично что пришло время начать переговоры о прекращении огня этот взгляд не был шаблонный он не был такой вот в духе сегодняшнего мейнстрима это был трезвый взгляд политика и он призывал уважать россию да хотя он был ее противником всегда всю жизнь отстаивая интересы своей страны вот казахстану казахстану нужны такие деятели как генри киссингер и и прилетела оттуда откуда не ждали даже трудно сказать сверху снизу слева но опек потребовал чтобы казахстан сократил добычу нефти с 1 января 2024 года это при том что казахстан и так периодически там останавливает сокращает добычу нефти вот на этой неделе казахстан сокращал добычу нефти все наши компании потому что на ктк в новороссийске произошла авария из-за шторма на этот раз все эксперты говорят действительно погода подкачала ну и у нас трудности в бюджете потому что нацкомпания казмана и газ она в очень тяжелом состоянии и и фактически датируют деньгами из нацфонда и вот в этой ситуации придется снижать добычу нефти это кадры из дубаи где президент токаев на климатическом всемирном саммите очень важное мероприятие она приобрела такой статус выросла за последние лет десять к нему приковано внимание всего мира вообще изменение климата из такой маргинальной области нишевой выросла до гигантских размеров она стала политическим вопросом и на этих саммитах президенты стран всего мира обсуждают кому надо сокращать выбросы на кого-то давят кого-то ругают кого-то поощряют а что для нас самое важное наши люди обычно к этой теме относятся как-то издалека как-то отстранено потому что у нас много очень осязаемых очевидных проблем социальных политических экономических но на самом деле изменение климата это тот же дефицит воды вот в жамбыле этим летом был дефицит воды там сгорели посевы урожая нескольких районов это последствия изменений климата воды на ледники на гималаях тают поэтому воды все меньше и прогнозы по нашему региону они на самом деле не очень хорошие и кстати пугают гораздо больше чем угрозы российской госдумы это вот то что у нас воды не будет да это гораздо более так вот пугающе звучит но что касается саммитов я честно говоря когда слушаю читаю обо всех этих проблемах именно изменения климата вот дефицита воды и и вообще исчезновение в нашем регионе единственное чего я не понимаю что с этим можно делать кроме изменения регуляции населения вот в моем понимании на изменение климата можно повлиять только так выбросы ну как ты их уже сократишь если население растет машин много ну все переходят на зеленую энергетику но это только европа в общем все очень сложно такие дела такая же немного для меня туманная сфера это вакцинация это эпидемия кори с эпидемии всегда очень трудно вот коронавирус что надо было делать изолировать людей загонять их дома или переболели бы и все было точно так же может быть даже и лучше я не знаю у меня ответа нет я только слушаю экспертов на этой неделе министр здравоохранения заявила что в казахстане 17 тысяч заболевших корью это уже практически эпидемия и обвиняют в этом антиваксеров родителей которые отказываются вакцинировать своих детей запустили петицию чтобы родители обязывали то есть чтобы у них не было выбора вакцинировать и все ну на самом деле в советском союзе так и было выбора у моих родителей вакцинировать меня от оспы например не было надо было вакцинироваться и поэтому в какой-то момент человечество победила эту болезнь вот с корью я не знаю я сама переболела в детстве корью очень легко неделю-две полежала дома и вот у меня нет ответа на вопрос нужно ли от кори вакцинироваться то есть а что теперь вакцинироваться от вообще от всех болезней от всех какие есть нормально ли это я не знаю но у меня абсолютно такой вывод я вижу что государство ведет к тому чтобы принять закон и законодательно закрепить обязанность родителей вакцинировать независимо от того что там в их головах странных происходит может быть это и правильно опять-таки напоминаю опыт советского союза когда победили ряд болезней страшных смертельных только потому что была обязательная вакцинация учитывая эпидемиологическую неблагополучную ситуацию стране принято решение провести дополнительные для иммунизации дополнительную иммунизацию будем проводить до конца января вакцин на сегодняшний день хватает из у моей версии что государство потихоньку подводит нас к такому закону обязывающему к вакцинациям я вижу не только петицию которую запустили будем смотреть сколько ее подпишут в итоге но также какую-то конференцию религиозных деятелей где они все поддержали вакцинацию они сказали что ни одна религия не запрещает делать вакцины от болезней думаю закон будет принят не болейте будьте здоровы спасибо что вы с нами пожалуйста подписывайтесь на нас ставьте колокольчики ставьте нам лайки это очень помогает а 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 Субтитры создавал DimaTorzok